Раз, два, три, четыре, пять, и вышел зайчик погулять. Так, Роман, день добрый. Привет. До отпуска последнее интервью у меня с тобой. Цени. Ценю. Цени. Вопрос такой, сколько ты зарабатываешь? Ты сказал, все, что хочешь сегодня. Вот я хотел просить, сколько ты зарабатываешь? Я не знаю, на самом деле. Не могу сказать, что много, все деньги идут на развитие компании. Мне много денег не нужно, этап уже прошел. Ты работаешь на будущее? Да, я работаю на будущее. Нашел двоих помощников? Нет, пока еще нет, очень много работ прислали на конкурс, я потихонечку проверяю, есть уже фавориты. Но просто в последние дни конкретный завал по работе, по всему, но я надеюсь, что до конца следующей недели я все проверю, мы уже результаты объявим. Когда немножко рассвободишься, посмотришь мой проект, мы к тому моменту запустим уже «Звездная лига». Хорошо, посмотрю. Управляющих, ну к тому моменту мы запустим, там люди будут торговать, тоже, может быть, найдем какие-то точки соприкозновения. Может быть. Может быть, одна банна, как бы знать. Теперь по поводу рубля. Как ты относишься к истерикам, которые кричат на балконе? 66 мы уже не увидим, а потом 67 не увидим, потом 68 не увидим. Road to hell. Да нет, все мы увидим. Я говорю, пока я не вижу признаков какой-то истерики. Пока мы отбились от своих сопротивлений. Основное сопротивление 67,2, если память не изменяет. Вот если мы его пробьем, тогда мы пойдем на 68,6 и на 70. В принципе, можем сходить на 72,5, там самое сильное сопротивление. Но я, честно говоря, не вижу пока особых причин туда идти. Потому что если все такие технически грамотные, умные, значит, быстрые пальцы и пойдем туда быстро. Ну, должно что-то экстраординарное произойти. Тут даже обвал Америки не поможет. Это что-то, должен быть какой-то конкретный наезд на Россию или какой-то конкретный факап России. Либо нефть упадет на 20 долларов, что, в общем-то, тоже нереально. По поводу 55 по нефти в свете последних ураганов. То есть мы будем держаться? Ну, на самом деле, по сути, там большой боковик. Я думаю, что мы можем увидеть и 55, и 65. Но, в принципе, я все-таки жду еще одного захода вниз, обновления низов. Это было бы логично. А то очень много народу в Ланге набилось в последнее время. Ну, и уже после этого будем расти, да. И по какому индикатору смотришь, что много народу в Ланге? Я смотрю по всевозможным форумам. Ну, посматриваю позиции юридических, физических лиц. А где? А где? Ну, на Западе и у нас. По поводу отношений между Китаем и США. Колбасит не по-детски. Да, ну, я уже предупреждал неоднократно, что они будут ссориться, мириться, опять наезжать. Я думаю, что в ближайшее время опять что-нибудь Трамп на китайцев наедет. Слушай, уж на кровь. Уж элементарно, может быть, у него где-то с позиции. Или не у него, а у внука какого-нибудь. Ну, вполне возможно. Внука? Возможно. Трамп, он же, в принципе, не политик, он предприниматель. Он не понимает, скорее всего, что, в общем-то, это достаточно запретная тема. Поэтому я вполне не удивлюсь, если там где-то у него где-нибудь там за рубежом. Ну, помнишь, очень и очень неплохо выросли капиталы. Помнишь, тема была такая, 90-х, Гринспен идет по коридору, Гринспен моргнул. Гринспен только моргал, а этот твиттами фигачит не по-детски. Да, ну, это не сцебльшим, чисто коммерческая жилка у человека. Вот он, собственно говоря, и фигает. Ну, ты ждешь что-то от переговоров сентябрьских? Я, в принципе, жду, что торговая война закончится ничем. Будет какой-то компромисс, там кто-то кому-то уступит. Но до этого и китайцы, и Трамп выжмут вообще все возможное из этих переговоров. То есть, будет еще неоднократно наезд, увеличение пошлин и еще что-нибудь. Это, в принципе, достаточно занятно. Это лихорадит рынки, на этом можно нормально заработать. А как вообще работают люди? Вот скажи, они приходят, раз Трамп уже обликовал свой пост и гэп. Либо туда, либо сюда. Как люди тут работают? Очень тяжело, очень тяжело работать, но надо следить за титром Трампа. У нас все подписаны на него. Кто подписан? Не знаю, все мои знакомые, да, все мои коллеги, они подписались. Поэтому, в общем-то... Что у тебя идет с твоими социальными сетями? То есть, люди, которые интересуются твоим творчеством, могут только Instagram? Ну, Instagram – мой блог на Smart Lab. Он более информативен в плане того, что это мой дневник трейдера. Я туда пишу, что я буду делать в течение дня с уровнями. Но это мы знаем. Да. На Smart Lab я просто учу людей, чего нельзя делать на рынке, что нужно делать на рынке. Ну и, наверное, есть какой-то фидбэк большой, если ты продолжаешь учить. Хотя, судя по всему, денег особо это тебе не приносит. Нет. Эмоциональный фидбэк. Ну, а мне мало чего приносит денег. Я считаю, что я, как, в общем-то, взрослый меняемый человек и, можно сказать, патриот своей страны, и патриот своей экономики. Просто моя задача – появить людям финансовую грамоту. То есть, рассказать им, что на рынке можно инвестировать и не терять деньги. Вот и как это сделать? Давай перейдем теперь к акциям. Ну, давай. У тебя пакет-бук очень хороший. Ты на падении не должен был проиграть. Нет, энергетика, металлурги. Да, у тебя нормально был пакет. Были набраны. Сейчас Северстайлер рвануло. Там все рвануло. Просто единственное, что сейчас мы на опасном сопротивлении. И по ММВБ, и у многих металлургов. Но вот, если мы пробьем это все, то это будет очень... Давай начнем с ММВБ, с Мосбиржи индекса. Ну, там, скажем так, там целая цепочка сопротивления. Основные это 2713 и 2727. Вот мы сейчас на последнем. Можно 2727. А 2750 что-ли нету? Нет, есть, есть. Просто если мы пройдем 2727, это будет говорить о том, что мы снова вернулись в аптренд. И, как минимум, будет большая хорошая коррека. Ну, глубокий отскок. Там, в район 2750, да. Или 2, там, 820. А, возможно, и новые максимумы мы обновим исторические. Вот. Ну, вот если мы уйдем ниже 2713, это будет уже опасненько. Это нам, возможно, скажет о том, что, в общем-то, отскок закончен. И мы снова начнем валиться. Вот, как я уже сказал, сейчас металлурги многие на сопротивлениях на опасной. Я часть позиций фиксирую. А если пойдем сейчас валиться, зафиксирую все, энергетика доросла до своих сопротивлений. Тоже какие-то вещи, типа интерауа, типа Россети, тоже частично закрываю или, может быть, полностью закрою. То есть, отскок дохлой кошки закончен и входить поздно. А вот если пробьем, это уже будет не отскок дохлой кошки. Нет, если мы закрепимся от высших уровней, которых я обозначил, то входить, так сказать, не поздно. А, наоборот, нужно снова перезаходить или даже добавлять позиции. Потом, по крайней мере, что касается металлургов и энергетики, они будут расти. Что касается нефтянки и, скажем, Забербанка, я, честно говоря, не знаю. То есть, позиции и там, и там у меня есть. Но они небольшие. И, я, честно говоря, из нефтянки, я верю раз в то, что в Татнефть, вот, и, может быть, в Лукойл. Если он, опять-таки, пробьет сегодняшние ИХАИ. Все остальное, ну, не знаю, ну, Роснефть может отскочит еще повыше, но только потому, что просто эффект низкой базы. Вот, а все остальное мне что-то не особо нравится. А МТС еще никогда про МТС мне не говорил ничего? Нет, про МТС я много чего говорил. Просто Ростелеком – это тоже такой, в общем-то, и дифферентный сектор. Вот МТС сейчас на своем сопротивлении. Если она его пробьет, то, в принципе, можно купить и МТС. Но мне больше нравится Ростелеком. Я в Ростелекоме сижу и даже позиции не закрывал особо. Вот, я думаю, что Ростелеком он может рвануть гораздо круче, чем МТС. Обычка? Да, обычка. Ну, и ПРЕФ тоже, но я просто ПРЕФ не вижу смысла покупать. Понятно. Так, значит, вернемся к рублю. Прошлый раз ты сказал такую тезу, что мы увидим 72, если ты помнишь, конечно, и 65, скорее всего. Мы и то увидим, и то увидим. Качнет и туда, и туда. Да. Скорее всего, да. Оно говорит 72, мы увидим только если пробьем 67,2. Пока мы от этого уровня отбились, опять подошли недавно и опять отвалились. Поэтому, я говорю, пока, я не вижу смысла. У меня пока по доллару шорт. Вот пробьем 67,2, будет лонг снова. Как я уже говорил. От какого уровня? 68,6 и 70, да? От какого уровня ты набирал? От 67. Мы же, по-моему, наше. Ну, нет, я просто прошу, уточняю. Я же с тобой согласен, что Армагедо пока не будет. Будет, но попозже. Вот. А что у тебя на майке за эмблемой, кстати? Да, Бог его знает. Потому что в Фейсбуке у тебя какие-то, в Инстаграме, какие-то сатанинские фотки. Какие-то, весь в черном, какие-то черепа. Это что такое, игра какая-то модная? В черном и черепа. Это точно мой Инстаграм? Да. В Инстаграме одного человека ты отмечен был. Я зашел, смотрю, господи, какая-то компания. Там Андреев весь такой в какой-то вообще сатанинской одежде. Нифига себе. Ну, мне нравятся черепа просто. Это тайная жизнь Романа Андреева. Может быть, да. Может быть, может быть. Но сейчас я такую одежду уже не ношу, насколько я знаю. Но иногда мне нравятся. Ну и последний вопрос заключительный. Что на конец года ты думаешь наиболее вероятно по индексу Московской биржи? Я точно знаю, что ты ничего не знаешь. Точно. Ну вот наиболее вероятно. Ну да. Еще раз хочу сказать, я не любитель прогнозов. С прогнозами торгуют дилетанты. Я торгую здесь и сейчас. Но в принципе ожидания на конец года я могу озвучить. Просто не рекомендую использовать их как какой-то. Да хрен его знает, честно говоря. Даже вот не задумался об этом. Что будет к концу года. К концу года, как обычно, все отрастает. Поэтому, возможно, мы отрастем. А рубль, доллар где будет? Да. Ну, либо здесь, либо чуть пониже. Ну, ниже, наверное, будет. Как раз в районе, может, 65. Доллар будет ниже. Согласовано? Ну, наверное, да. Просто, Игорь, поймите, что сейчас мы вступили в эпоху торговли не логики экономической и финансовой. Мы вступили, так сказать, в эпоху торговли твитами, там, не знаю, блумбергами, рейтерсами и так далее. Я тебе полностью сочувствую, когда ты писал там позавчера на фигуры волчок неопределенности. Думаешь, елка ломаная. Ну, там остался волчок и твитры трампу. Ну, да. Все, спасибо большое. Спасибо. Жди меня через месяц. Хе-хе, хорошо. Что, ты там на месте уезжаешь? Там еще работка нужна. Ну, нормально, нормально. Спасибо.